Всему попытаются сверху две отжать силы света. Ну, могут вполне. Забирает здесь у нас Брюмастер. Там еще одна лежит на половине команды Сигулы. Ей поровну должны поделить и разойтись по линиям. Так, ну что? Да, перетягивается в итоге котел с линии в сторону МИДа. Ага, Лину пока что оставляют на помощь Брюмастеру. Как-то так. Но котел будет Миде помогать. Суть по всему. Ну, сейчас пока, возможно, пробежится мимо и уйдет отсюда. Помогать особо нечему. Как правило, котел любят становиться на позицию, где можно перебить курьера вражеского. Но он этого не сделал. И сейчас уже поздно, потому что не успеет к тому моменту, как первый раз курьер пойдет к ОД. Ну и плюс любят его на это дело ставить, потому что он довольно быстрый. Догнать может. Да, ну и в МИДе помогать. Чем ты поможешь? Эллюминейт задувать по КДА. Это только толкать линию и облегчать жизнь вражескому мидеру. Так что, да, наверное, правильно. Да, все-таки переместился он до нижней линии. Дабла осталась на топе от команды Рэддиант. Против них тут также Дабла в виде Лайфстилера и Винтера Виверна. Винтера Виверна, я так понимаю, пока что с каким-нибудь Артик Берном, наверное, прокачанным. Да, как обычно. Кулдаун большой, поэтому в перерывах надо чем-то себя занимать. И вот бегает по карте пока. Возможно, хотел отвод сделать, но увидел то, что там Линда на подходе, на хвосте сидит. Очень хороший старт у Рейзера, хочу отметить. У него 5 на 6 на линии. Просто невероятно. У Дэ пока что 1 на 1 всего лишь по крипам. Ну, это именно личные скиллы. Скорее всего, еще дэмэдж откачал. Но там, кстати, Клинком 1, ну, сколько? Ну, 20-ку откачали. Да там немного очень много, потому что именно в скилле как раз-таки в личном делу. Не в скиллах героя, а как бы в исполнении. Да, у нас тут внизу начинаются потасовки. Задувает реминейтами котел, но подрался немножко с Эрспиритом. Есть камушек. Пробивает здесь Эмбера, уворачивается хорошо фистами. Там уже был на случай привязки повешен Хевенли Грейс, так что здесь все хорошо. В целом, линия не из тех, которые там за крипами фармят. Пока еще не хватает левела для этого товарища у меня на эту. Да, это так. А тем временем Рейзер продолжает доминировать на линии. Просто посмотрите, 11 на 8 по крипам относительно того же ОД, у которого 4 на 1. Ну, 42 дамы же выключил, это существенно. Придется качать арбу, наверное, как-то и добивать пытаться. Да нет, пока что Макс и себе Астрал. Но это проблема вполне понятного толка, потому что Эквилибриум еще на первый уровень. Ты толком там себе ману не восстановишь. Мана просто не хватит. Астрал, он хотя бы как-то либо блочит соперника, либо просто по области дамочи немного наносит. И тоже крипца добить шанс есть. То есть в этом отношении Астрал имеет смысл качать. Либо ты сразу так идешь, либо вот как обычно. И он решил делать как обычно. Посмотрим, будет ли это ошибкой, потому что пока разница по крипам в 2 раза в пользу Рейзера. И наверху какие-то проблемы, кажется, у Лайфстилера. Да, забежали за Тавр, но спасительный Рейдж уже имеется. И в итоге фраг сделать не удалось. То есть уходит у нас Сигула ни с чем. И счет пока что не размощили. Уже 3 минуты прошло. Вынужден, правда, был флазочку потратить. Но ничего страшного. Это позволительные расходы. Ну, пока Бластами Верна тоже не особо больно бьет. Больше мучает замедление. Но под это замедление дэмэджа нет. Если бы сюда земель перетянулся, то кого-то еще можно было бы убить. Но потом левел может очень плохую шутку сыграть. То, что они там стояли вдвоем условно. И пятый, шестой может даже уже получиться. И на шестом ты никого из этих двух товарищей не убьешь. 17 на 10 я что-то давно так много динаев в миде не видел. Очень много динает у нас Рейзер. Это можно заметить. А сколько экспы сейчас у ОД, если можно показать? ОД, наверное, только четвертый должен был получить. Да, на 2-3 левела. Почти левел, а уже почти пятый имеется у Рейзера. Буквально со следующего крипа уже. Ну вот и динаи сыграли свою роль. Уже. Так, ну у нас тут разгоняется Бримастер. Один раз только дал тычку. Пытается, конечно, мешать как-то Лайфстилеру. Но все же Лайфстилер имеет свой фарм. Но, с другой стороны, нельзя не отметить и хороший Ласхит у Бримастера. У него тоже все хорошо в этом плане. 18 на 1 идет. 18 на 0 пока что Лайфстилер. Вот еще поборолся немножко за лесных крипов. Сейчас по Таврам можно поласхитить. Солринг уже имеется. Регена побольше. Мана бесконечная. Так что можно спокойно уже откидывать совсем, чем есть в плане с полом. У Розора отняли руну, но ботла у Фоззи нет. Поэтому так вот глобально это ничего не дает. Потому что, значит, всего лишь иллюзия. Не повезло на рунку. Да, отниму это. Ему эти иллюзии как-то не холодно, не жарко. Только если перезарядить. Ботл. Да, у него и пока нет его. Ну да. Как бы остальное толку никакого нет от этого. Так, в мид. Перетяжка есть от Эр Спирита. Что попробует сделать фраг. Вкатывается неплохо. Камушек сверху. Должно хватать урона. Не дотикал. Да, дотикал. Дотикал. Дотикал сарбы, я так понимаю. Да, именно как раз ключевой факт был. Потому что в один момент я подумал, что улетит. Но нет. Первая кровь. Отлично. Забирают мидера команды Сигул. Приятненько. Ну, немного остановит его вот этот траж, в который он вошел. Даст немного времени для Розора. Для ОД, чтобы поформить. Но Розор пока, кстати, пешком управляет. Там, по-моему, 4 баунти руны законтролили, да? Сейчас у нас в сумме получается. Да, 2 забрал Петруччу. А, 3. 3 на 1, да. У нас получается по баунти рунам. Хорошая, хорошая статистика для ребят с команд Сигул. Несмотря на то, что у них мидера забрали. Но они забрали 3 баунти. Да, вот обиднее то, что он ТП потратил. Теперь вынужден пешком бежать. А на этом он время тратит. Так можно и преимущество растерять, которое он уже успел набрать. Да, и Эмбера оставили одного на линии. Уже спокойно он себя здесь чувствует. Конечно, пытается здесь мешать им как-то. Он не нает. Но мы видим, что довольно больно ему залетает в лицо. На топе. Проблемы у нас сейчас могут быть у Бримастера. Бримастер вкатывает сюда Эрспирит. И камушком отправляет в таверну. Второй фраг уже для земели. Неплохо. Опять у нас очень активный Эрспирит. Да, и причем он здесь, я считаю, что плеймейкер. Все было плохо по всем фронтам, считая, не считая легкой линии. А тут он пришел и перешал. И на мидии, и здесь. Эфир в этот раз. Тогда ему сбили кларетку, когда он был уже почти фуловый. И он мог бы кинуть, пока действует кларетка, еще какое-нибудь заклинание. И дальше регенится. А в этот раз он и половину не успел отрегенить, как ему сбили кларетки. Так что он остался при не очень хороших показателях маны. Так, ну а у Эмбера скоро появится уже шестой такими темпами. Переключились мы на показатели Нетворса. Ну и все, в принципе, довольно ровно. Не сказать, что прям кто-то сильно просел. За исключением, наверное, того, что на Бремастер все-таки побольше имеет на лайне. Хотя нет. На самом деле, на этом они вровень идут. Да и в миде там, несмотря на то, что Рейзер вроде бы обденайл, смерть все-таки сказалась на его Нетворсе. Да и его уже догнал. Типичная история. Пофармил в лесу. Как раз подошла пачка, пофармим пачку. Петручу проблемы. Петручу могут забирать. И фраг достается лайфстилеру, что хорошо. Да, уже третий фраг в сумме для команды Лизард. Отлично сыграно. И это уже 3-0 для них. Ночь на дворе. Продолжаем фармить. Что там дальше? Фейзы будут для Эмбера. Судя по всему, фейзы, наверное, так же будут у Omni Knight какого-нибудь. Котел уже здесь снова. Сделал отвод. Omni Knight поборя. Хотя непонятно, что будет на самом деле Omni Knight дальше по фарму. Я думаю, что что-то защитная команда будет собирать. Нет, фейзы. Фейзы спланируют и грыжный стик. Такой будет. Ну, здесь на самом деле я бы не поскупилась взять для него пайпук. Какого-нибудь многомагического урона. Все это надо как-то делать, эфать. И стать тут резинцем. Так, подождите, как влетают. Да, влетают у нас на Брюмастера. Брюмастер пока что без ультимейта. И должны его добирать. Хотя Брюмастер живет. Блаз долетает и в итоге забирает. Фраг в интервью верно. Правда, в это время на развороте подцепили еще и Лайфстилера. Попутно забрав Эрспирита так же. Так же. И Лайфстилер вроде бы живет. Мансит, да, выживает. Ответный фраг на кэри сделать не удалось. Это печально. Ну, в одиночку для Алины это было бы трудновато сделать. XP уровень явно не тот. И фейзы появляются у Лайфстилера. Взял он их себе первым предметом. И видим, что там какая-то диверсия в миде планируется. Но на самом деле мало, что может котел сделать в этой ситуации. Ну да, я тоже не уверен. Без ультимейта как минимум точно. Потому что фиксации у него никакой нет. Максимум, что он может дать, это Бланник Лайд и Иллюминает задуть. Так, на топе. Лайфстилер дерется один на один с Брюмастером. Пока что лучше переждать это смутное время. Вот грызается. Правда, там появился ультимейт. Теперь, если что, будет Праймал Сплит. Самое главное, чтобы нажал. Просто нет. Я к тому, что я ждал, нажмет или не нажмет. Потому что многие Брюмастеры даже на просцене, как правило, не нажимают. Потому что там время респа героя самого не такое большое. Проще вернуться обратно на линию, потом продолжить фармить. А Праймал Сплит поражать именно в драке какой-то командной. Все-таки довольно долгий кулдаун у этого. Замечательная способность. Не затаймил. Ну да, такое. Ну, зато эффективно можно отбиться на шране. Втроем. Так, Эмбер, как там у него дела? Фейзы также уже в наличии имеются. Два врейсбенда. Не качает пока что Чин Ци себе, чтобы... Ну, это, опять же, крайне популярный билд в последнее время. Многие Эмбер игнорируют. Эмбер спелл. Пока там не дамаксят какой-нибудь Флэйм Гвард или Фисты. Ну, тем более, что он стоит не на миде, а на легкой линии. Здесь это пока вообще не к спеху. Не самые убиваемые противники были. Опа. Проблемы убрю. Очень больно ему. И добивает его опять лайфстиллер. С другой стороны, еще Земель пострадал. Но есть кулдомбрейс. Поэтому все. Пока безопасно для него. Он уходит отсюда. Камень. Ну, просто по крипам. Да, это очередной фраг в копилку у команды Лизард. Приятно. Баунтируны появляются очередные. Там забрал одну Петруччу, одну забирает Бианг на Эмбере. Второй Бианг тоже законтролил. Это уже три баунтируны. Опять для команды Сигул. Чихасту сверху. Ох-ох-ох-ох. И хочется заметить то, что какие-то проблемы явно есть у Разора. Потому что стоило ему отойти с линии, как хоп, и разрыв был там уже на 400 золота. Сейчас подобрали баунтируны, стало 200. Но мы видим то, что откуда этот разрыв взялся. Хотя, по сути, разница раньше была не в пользу ОД. Да, но ОД подключался к команде. Там делал фраг. Вот мы видим ассист, у него имеется. Плюс у него всегда есть возможность отойти в лес, пофармить. Что он, собственно, и делает. Поэтому в этом плане ему попроще. Хотя, с другой стороны, Рейзер тоже такой опцию имеет. За счет пассивочки. Может неплохо учащать леса. Там, перетяжка вниз. Восьмой левел имеется уже у Эмбера. Фист и третий. Все-таки в единичку взял себе Чинсы. Да, восьмой уровень будет делать барабаны. Ну, скорее всего, как обычно. Барабаны, там, Миллстром, и дальше уже как пойдет. Но пока до барабанов хотя бы дожить, а там уже видно будет. Все-таки какой-то имбилд предпочтет в этой игре. Ну и вот уже 11 минут игры прошло. И заметно, что игра довольно ровная. То есть, две команды действительно равны по скиллу. Не сказать, что прям вот сильно выбивается в лидера кто-то из них. Чего не скажешь о прошлой серии. Там было все ясно сразу. Так, появились уже Транквилы для котла. Брюмастер все еще... А, нет, Брюмастер уже с ультимейтом, если что. На топе поставили вижн. По-моему, Брюс палил. Это в центре. И мы видим, что Эмбер уже не пробивает никак. У Мнинайта. У Мнинайта тут себя просто на абсолютном фрифарме чувствует. Хозяином линии, можно так сказать даже. Ну да, ему понадобятся деньги. Потом уже будет так-так-так. А тут еще проблемы у Брюмастера. Выцепили. И под тавером будут его теперь гнобить. Приходит правда сюда Эмбер Спирит. Эмбер подцепит ли Лайфстилера. Лайфстилер, да, цепляется. Рейдж прожимает, попытается уйти. И тут очень вовремя оказывается курсам. Поэтому они остановят нападение. Да, и хочется заметить то, что код на Аркану показывается. Ребят, тут все зависит от вас. Это не розыгрыш, как это обычно бывает, когда 2000 человек репостят один пост на одну единственную Аркану. Здесь все в ваших руках. Вы будете самым быстрым. Кто вобьет этот код в ссылку под стримом, вы получите Аркану. То есть желаем вам удачи. Таких Аркан будет еще много. Ссылочка в описании под стримом. Так что, ребят, дерзайте. Все в ваших руках. Все верно. Так, ну что, по итогу фраг сделать не удалось. Счет по-прежнему 5-1. Номинальное преимущество за Лизардами. Но это копейки. Так, у нас тут немножко сбился прицел, по-моему, Спирита Петруччо. Петруччо, по-моему, понял, что он отправляется в таверну. Да, и даже не рыпался особо. Самое главное, чтобы Рейзер ушел. Самое главное, чтобы Рейзер ушел из-под атаки. Ну и в итоге это еще не фраг, в копилку команды Лизард. Мало-помалу вроде бы фраги делают, но не сказать, что прям сильно вырывается вперед, потому что и Эмбер там имеет свой Нетворс, и также Рейзер тоже продолжает фармить. Да, бремастера здесь уже получил. ХП у него пока не очень много. Реген неплохой, в принципе, за счет слоу-ринга, поэтому стоять может. И будет делать себе Владмирс. Уже почти готов. Так, земель закатывается, что здесь явно не пошло. Не успел, не успел прожать Праймал Сплит. Там был неподалеку котел. Хотел помочь своему тиммейту. Есть Вэлловиз, проблемки могут быть. Но нужно бежать. Нужно бежать Умни Найту. За ним продолжается погоня. 112 урона высосал из него Рейзер. Умни Найт захиливается, делает ТП. Но не хватит урона здесь всего, чтобы забрать. Да, слишком он плотный. В это время тут продолжается драка. Привязали хорошо Эрспирита. У Эрспирита бы забрать, но нет, не хватает урона. И в итоге вынужден Эмбер также отступать. И остались ни с чем. Ребята из команды Сигул. Потеряли они своего оффленера. По-моему, это уже третья смерть была, если не ошибаюсь, у Бримастера. Можно, пожалуйста, его. Четвертая. Четвертая даже уже, это много. Это много. Причем у него был Праймал Сплит, но просто не хватило анимации его прожать. И мы видим, что возвращается обратно на линию. Но здесь уже довольно плотный лайфстилер. И медастик уже в наличии. И как бы, ну, тачковаться ты с ним не хочешь. Он тебя даже сам подъедает потихоньку. Вот так вот. И вот так вот. Еще чуть-чуть. Да, без какого-то Владмерса пока что на линии трудновато. Брю. Я имею в виду в плане размена по ХП, как это выходить. Да, там еще суперхитрый лайфстилер успел съесть вард, который стоял. Более вообще идеально. Все для него тут складывается. Ну да ладно. Пятнадцатая минута. Уже практически матч. Наконец-то первая тысяча золотых, мы видим, преимущество нарисовалось для команды Лизард. Но неудивительно, учитывая, что у них 7 фрагов. И они продолжают набирать свой нетворс на героях. Так, у нас тут драка. Ну как, попытка забрать умни на это. Хорошо, винтерскерс. Сейчас рунка все-таки достанется команде Силы Тьмы наверху. Здесь они забирают вторую и 2 на 2 получается. Да, поровну в этот раз поделили. Поделили поровну. Ну и что, может быть уже пора как-то на ТВРа выходить. Хотя, с другой стороны, чем тут пушить Лизард, я не понимаю. Да, и с другой стороны тоже. Ну, тут может быть Рейзард как-то еще может побить ТВРа. Но все же нет. Но мы понимаем, с другой стороны, что Лизард тоже торопится им некуда. У них Мидас на Лайфстилере. То есть, если уж куда-то они пойдут, наверное, 4 плюс 1 как-то играть, пока Лайфстилер будет выносить свои артефакты. Так, у нас перетяжка идет вниз от команды Сигул. Возможно, будут они принимать все-таки бой. Там, правда, хороший опс стоит. И прекрасно видели, куда отправился Рейзард. И Петручч тут краем глаза увидели. Но решили не ввязываться в Драку Лизард пока. Они в меньшинстве. Так, в это время на топ прилетел Рейзард. А вот теперь можно попробовать 3 на 3. Да, побежал вперед у нас Умни Найт. В наглую за Петручча. Петручча. Праймал Сплит имеется. Его прокастовали. Есть Вэл Увис. По-моему, загулял немножко у нас Земеля. Да, его за это наказали. Хорошая Лагуна. Все еще Вэл Увис стоит. Здесь уже Фозе. Ультует. Отлично. Забирает котла. Пока что один в один размен. Подняли ветра. Подняли ветра. Праймал Сплит заканчивается. Петруччу. Делает ТП-аут отсюда. И отпустит ли Брю? О, у него здесь не хватит времени даже сделать. Брю не отпустит. Похоже, да, Брю погибает. Даблкил. Оформляет Фозе. Хорошо. Ну и можно попробовать подпушить Т1. Учитывая, что здесь там очередная пачка крипов пришла. Мы видим в целом то, что масса уже все-таки набирает силы тьмы. Это и по Нетворсам заметно. То, что вырвался очень вперед ОД. Быстро вынес себе из леса побольше денег. Сейчас еще Тавр снесут. Тоже какая-то копеечка капнет. И, ну, начинает поддавливать, так вот скажем. Пока, конечно, ясное дело, ничего особо критичного нет для сил света. Но все равно... Ну, хотя бы есть огромный плюс в плане того, что наконец-то начинает набирать. Набирать хорошо Нетворс у нас силы тьмы. Лизарды уже 4000 ведут. Мы можем обратить на это внимание. Очень сильно оторвался вперед ОД. ОД просто замечательно. Все по артефактам. Такими темпами скоро появится, наверное, Кая уже какая-нибудь. Для него на топе. Была попытка ворваться на земель, но имеется спасительный Роллинг Болдер. Его здесь не забрать. Но Юл, конечно же, будет у Рейзера. Да, как обычно, в принципе. Рода Фотос, Юл. Типичная сборка на подцепление. В миде что-то происходит. Там в Инвизе находится котел. Правда, опять же, до сих пор не уверен, чем он может помочь. Еще учитывая, что Вэлла Вис в откате. Максимум, что он может дать, это Illuminate. Но и Лавстиллер, опять же, это не та цель, которую ты сможешь так быстро забрать. Через что будет играть Лавстиллер? Через Радиенс. Мне интересно, дальше у нас... Да, Радиенс. У него 2900 на руках. Да, просто здесь нет контроля через БКБ, который мог бы его задержать. В этом очень большая проблема. То есть Рейз, по сути, здесь прикрывает все, что есть у противников. И здесь нужно очень сильно удариться фармразору, потому что от него во многом зависит удачность файта. И то, пока сейчас от физического дамажа особенного резиста у Лавстиллера нет. Из всех таких вот керри, из-за того, что он силач, у него не оказывается достаточного количества брони. Он вынужден там себе придумывать какие-то кресты, или там, может, керасу в позднее время собирать. Но еще сейчас он довольно ватный. Хоть и жирный, но ватный. А, да, пытается улететь отсюда Рейзер, но нет. Уже никуда не улетит. Забирает его в итоге. Камнем не попали у нас по котлу. Было бы еще идеально его подцепить, а котел просто убегает. Но в любом случае Рейзера забрали. И это еще плюс для ребят из команды Лизер. Да, сходил на базу забрать Йоусептер. Да, в следующий раз будет с ним. Там молнии скоро будут для Би Янга. Что тут на Скай? Как и предполагалось, уже есть для Фоззи. Дальше будет БКБ. А, Кая Яша уже. Ой, какой сильный ОД. Да, много интеллекта, много дэмэджа, учитывая то, что 9% ему только с трех нуликов перепадает процентажа. И плюс еще то же самое делает Кая. Да, неплохо. Тем временем на топе у нас уже три героя команды Лизер находятся. Но все еще до Т1 они не могут никак добраться, потому что там с Адпушем прекрасно справляется Бримастер. Который не подпускает к своим строениям никого. Тут, в принципе, все хорошо он фармит и фармит. Мы просто наблюдаем всю игру, как он и фока фармит. Тут хочется заметить, как быстро 2000 превратились в 5000 преимущества. И как же далеко вырывается ОД. Просто он ближайшего соперника своего уже на 3000 обгоняет. Хотя вот как плохо линия начиналось. Да, такими темпами действительно появится БКБ. И я не вижу прям вот вещей, которые смогут убивать этого ОД. Так, у нас найдут ли котла? Да, котла находит. Он потратил бланник лайт, конечно. Поживет какое-то время, но его съедает. Лайфстиллер. Я так, у меня лайфстиллер уже, наверное, Сакрет Релик себе прикупил. Да, у него уже имеется. И до рецепта осталось ему совсем недолго. Руна он 2 на 2. Да, и там уже будет готовый Радиенс далее. И тогда начнутся большие уже проблемы для команды Сигула. Вообще они очень сильно сейчас начинают проседать про темпу и по фарму. Им надо как-нибудь, я не знаю, вернуться бы, что ли. Потому что ну так их просто перефармят и переедут. Тем более, что лейт гораздо все-таки лучше выглядит именно у команды Сил Тьмы. Когда уже БКБшки будут короткие и относительно бесполезные против ОД. Когда лайфстиллер уже будет при таких слотах, что пробить его ни физическим, ни магическим дэмэджем не получится. И все это выглядит гораздо более позитивно, чем условный Эмбер Спирит, который сейчас не так сильно в почете на первой позиции. Так, ну что там? Вверху забрали Тауэр. В итоге внизу также выходят на Тауэр ребята из команды Сигула. Есть 2 ТП от Лизардов. По 5, возможно, подцепит Рейзера. Рейзер. Есть Винтерскерс. Ну это чтобы он просто не ушел дальше. Опен Ваунс. И до свидания. Рейзер погибает. Ну, ковыряли, не ковыряли. Самое главное, что забрали. Правда, отдали также Тауэр. Тауэр в итоге упал. Наконец-то прилетел Рейденс для Лайфстилера. И медалька появляется для Умни Найт. Это, понятное дело, выход в Солар Крест. Потенциальный 25 мувспида себе берет талант в итоге Лайфстилер. На 15-м левеле. Ну пока еще интересно посмотреть, что будет собирать Лайфстилер после этого. Будет ли это Армлетов, Мардиган, как это сейчас уже принято делать больше. Многие, да, многие любят собирать. Не знаю, пока что не ясно. Я думаю, что сейчас с появлением Рейденса начнет уже с команды как-то. Может быть, Сашу и Яшу соберет просто. Тоже вариант. Просто статов. Статов, статус резинстанс. Все это приятно. Забрали Тавр в миде. Забирает его Д. И сразу же перетягивается вниз. А здесь уже Лайфстилер. Вот он вгрызается в Петруччо. Но Петруччо улетит. Он понимает, что с бытьим ТП нечем. Но опасно. Да, хороший контрол Лайфстилера, по сути. Он нарвешься на то, что здесь не один он. И все, и все, и пропало. Но в целом тоже. Сапор-то для того и созданный, чтобы жертвовать собой во имя какого-то благоположного. И если бы он эту цель успел выполнить своей смертью, то ничего плохого не было бы. Да, ну что, в итоге Т2 начинает забирать у нас Лизарды. Попутно прикрывают их там основные члены команды. Да, уже практически в пятером на нижней части карты. На топ только на Т1 сейчас перетягиваются Сигулы. Кто там? Один только Эмбер. Но Эмбер долго будет забирать строение. А тут уже ребята вплотную к Т3 подошли. И нужно с этим что-то делать. Потому что забегает вот этот вот Лайфстиллер на Хайграунд. Конечно, тут пивком пытается как-то помешать Бримастер. Хорошо. Решили отступить. Понимаю, да, слишком много от спама у оппонента. И лучше, возможно, не рисковать. Ладно, Эмбер тем временем на топе. Продолжает сплитпушить. Но он всегда имеет возможность вернуться, если что, обратно. У него там ТПшечка с собой есть. В идеале бы, конечно, запастись уже какими-нибудь траволами. Но мы видим, хочет себе БКБ. Так, там какая-то проблема небольшая, мне кажется, с котлом может быть. Он один в чужом стане оказался посреди кучи врагов. И эфир его прекрасно должен видеть. Да, похоже, котел приехал. Ой, хороший. Блайндинг лает, конечно. Жизнь его не спасет. Тебя он, да, не спасет никак. Нужно бежать отсюда еще и Брюмастеру. Да, есть у нас Колденбрейс на крипов. И можно ломать Т2 в миде. Т2 упадет. Останется последний внешний тавр на топе. Ну, 8000 на 23. Это очень солидное преимущество. Поэтому здесь они могут вполне ввязаться в драку с таким перевесом. Так, тут не затаймил ультимейтом как-то. Ну, ничего страшного. Главное, что тавр задефал и убегает отсюда Эмбер. Да, последний внешний тавр остался. Но, несмотря на то, что очень много тавров позабирали, график-то больше 9000. Ну, сейчас вот 10 достал. В пользу команды Лизард мы не видели. То есть, вроде бы как он устаканился, успокоился. Это уже хорошо. Но проблема в том, что скоро такими темпами к вам на хайграунд уже зайдут. Так, у нас тут заставили прожать Праймал Сплит. Заставили прожать Рейдж. Ну, Рейдж как бы на Праймал Сплит нормально разменивать. Рейдж меньше, чем, да, Праймал Сплит. Так что можно себе позволить разменивать сколько угодно. Проблема в том, что сейчас он соберется, и можно поспокойно себя абсолютно чувствовать, понимая то, что уже не будет от него каких-то камней, ветров и так далее. Напоследок кинул все-таки ветра, но при этом Эмбер Спирит еще... Лайфстилеру нужен какой-нибудь контроль. Может быть, соберет Абисал Блейд в этой игре, как вариант. Не хватает совсем вот какой-то фиксации. Ну, башер хотя бы для начала. Ну, потому что вот он в какой раз уже выбегает на кого-то, пытается съесть, но ему элементарно... Нет фиксации какой-то на месте, чтобы он грыз оппонента. Так, ну и законим на хайграунд. Да, Т3 начинает падать. Здесь уже Рейзер прогоняет всех. Возвращается Би Янг. Привязал неплохо. Выкатывается в Спирит, выкатывает хорошо отсюда Бримастера, высасывает урон из Рейзера, из Лайфстилера. Есть Магнетайз, нужно бежать, и инфест добивает. В итоге у нас Бримастер отправляется в таверну, но имеет байбэк, но вот имеет ли смысл его делать? Потому что там нет ультимейта. В это время глиф фортификации заканчивается и начинает падать Т3. Ну, вот так, чуть-чуть совсем погрызли. На самом деле, мне кажется, что рентабельнее было бы сходить за Рошаном, а потом уже идти на Т3 вышки. Не чувствует себя в безопасности, это ощущается. Плюс тут сразу бояться начинает, как только пропадают крипы, хотя Бэкдор там до его включения время еще есть. Ой-ой-ой, как тут больно Лайфстилеру. По-моему, ошибочка от Респирита должна была бы быть, но нет, укатывается он, выталкивает его обратно. Сия тем временем подоспела уже к Лайфстилеру. Теперь у него в наличии будет этот чудесный артефакт. Теперь надо уже уходить. Ставить Вижен около Рошана, отпушивать нижнюю линию, куда уже крипы далековато забрались. И, возможно, смочиться и искать себе какой-то файт, потому что вот так вот просто с Бухтабарахта идти на Рошана тоже не очень приятно. Тебя там могут подловить чем-то неприятным. Типа даже стана просто Лины, которая может попасть по двум плюс человекам и создать уже проблемы. Так что нужна драка вне хайграунда. Но ясное дело в том, что не будут силы света стесняться, выйти с хайграунда. Деньги им очень нужны, и того, что подходит к хайграунду, а подходит мало чего, им явно не хватит. Вообще интересно, что Лайфстилер все-таки будет играть через Соло Крест здесь. Ну да, более старая сборка такая. Ну ладно. Просто многие бывают, если уж так вот тебе удается рано дойти до чужого хайграунда, многие любят собрать какой-нибудь дезолятор, чтобы побыстрее забирать строение. Так, у нас тут драка начинается. Но, кстати, цель не самая лучшая, наверное, все-таки Умни Найт это довольно плотный персонаж. Ну там уже он подфорсил себя и верно помогла. Да, и понимает прекрасно у нас Сигула, что нужно бежать. И по ходу Бримастер понял, что пора себя жертвовать. Точнее, давать себя в жертву, чтобы команда ушла. На самом деле, он мог бы прожить ультимейт, и потянуть еще немного времени, но... Но проблема в том, что прожмем сейчас ультимейт, они просто пошли бы пропушили одну из сторон, и как драться потом на хайграунду без ульты. Без ульты будет сложно. Там Петруч, конечно, пытается скрип скипать, пока что бегает по таворам, оккупировали чужой лес. Ну, кстати, это все-таки дезолятор. Видишь, я же говорю, просто многие любят собирать. Именно вот если тебе реально удается пощупать Т3, чтобы быстрее именно ломать строение, ну мы видели, тут просто некому бить тавор. То есть мы это уже обсудили. Просто некому. Дэ там мало что сделает, другие персонажи тоже. И все, что остается, это уповать на собственную дэмэш с руки. Скорость атаки он себе наберет. Ясное дело, там таланты, предметы. Керас то же самое тоже добавить немного. Ну, элементарно по КД Рейджи забегаешь на хайграун. Просто сколько успел раскуснуть, потом отбежал. И потом возьмешь талант на минус КД Рейджи, скорее всего. Так и будет. И все. И заканчиваешь и ломаешь строение. Как мы и говорили, сквозь БКБ здесь контроля вообще нет. Ну, дизолью, кераса и все. Я считаю, что будет, чтобы рано Урала ломать. Так, у нас там погоня за котлом. Котел. Котел, котел, котел. Съедают котла. Котел отправляется в таверну. Фраг забирает себе Эльму. Очередной. И дизолятор к нему уже летит. Гот лайк стрик. Десять. Девять убит, прошу прощения. И, ну, видим то, что он уже довольно плотный. 2000 хп хотя бы так. Ну, там инфесты и все прочие твои подхилы. В принципе, этого достаточно. Тут уже один Эмбердж, один омник, чего стоит со своей помощью. Плюс у него уже, ну, более-менее по броне. Но я думаю, что после дизоля будет все-таки кераса собираться. Дизоль уже прилетел, поэтому Рошан тоже будет падать быстрее. Крест еще от омника. Да, слово креста омнина, это имеется. Там очень много минус армора. Ой-ой-ой, Фози! Ах, неприятный момент для команды Лизард. Да, безусловно, вы в это время забираете Рошана, забираете Аегис. Но что же он туда пошел, да? Вашего ООД забирают. А причем он потратил еще и БКБшку прямо перед смертью. Это вдвойне неприятно для него. Конечно, да. Но да ладно. Это хорошее, не знаю, ну, какое-то светлое пятно для ребят из команды Сигул за последние несколько, наверное, минут. Потому что у них пока что вообще ничего не клеилось. Это, наверное, первый выход. Ой-ой-ой, а здесь? Лайфстиллер прилетает вниз. Но Эмбер понимает, что лучше уйти по-хорошему, нежели вступать в конфрактацию какую-то. Так, блин, здесь далеко зашла. Будет Крипскипи, скорее всего. По таймингу, да, там, задувку стан выйдет. Через три секунды Крипы выйдут как раз. И будет мешать идти по линии. И БКБшка появляется в Эмберспирита. Поможет какую-то атаку пережить от ОД. Это первый БКБшка, насколько я понимаю. Там Разор успел собрать или нет? Разор еще не собрал. У него, в принципе, вступать не камни. Тоже скоро появится уже, да. Ну, я бы уже задумался насчет Абисоблева для Лайфстиллера. Все-таки надо контролировать цели. Ну, фиксировать как-то на месте. Ну, сначала пуш, а потом уже контроль цели. Потому что если они не подходят к строениям своим, это уже будет ненужно. Так, у нас есть перетяжка от Эмберспирита. В нем сидит Лайфстиллер. Могут поймать сейчас как раз-таки Брюмастера. Брюмастеру очень больно. Быстро его забрали. Да, там Саленс ничего нельзя было сделать. Теперь будут искать котла. Котел имеет ТП. Нужно делать его прямо сейчас. У эфира нет в Арфиберна. Поэтому они бы его вечность бы искали. Ну, и поняли, в принципе, что опоздали. Ну, Брюмастера забрали уже, хорошо. Хорошо, неплохая перетяжечка вышла. Опять же, можно всегда отпушить линию. Но пока как-то держатся на плаву все еще у нас Игулы. Пытаются сплитпушить, пытаются растягивать оппонента. А в это время тут у нас довольно больно пробили Эмбера. Вынужден он был уходить на реминант. Блинкдаггер появляется для Виверна. Это тоже огромный плюс сейчас для команды Лизард. Потому что теперь есть возможность инициировать даже самим. Кого-то цеплять. Так, а тут Умника. Попытались цепануть. Но очень хорошие форсы. И там Лина, по-моему, даже не попыталась дать стан. Только Драгонслейв выдала после Июла. То есть она даже не пыталась его подконтролить. Ну, понятное дело, что она бы с ним даже с помощью рядом находящегося союзника не справилась бы. Что там котел мог бы сделать. И книжка покупается верно. И также будет 15 уровень. Да, перетяжка в мид идет в самоках. Подтягиваются в пятером уже сюда ребята из команды Лизард. И пока есть Аегис, можно заходить. Да, вот забегая. Ой-ой-ой. Винтер, Скёрс. Хоржи хоть месты. Да, подловили котла. Котел погибает. БКБшку прожимает Рейзер. Высасывает урон. Там пытается порвать, конечно, статик линк. Но нет, нет, нет. Не так все просто. Фози. БКБ пока не жмет. Ждет, пока закончится БКБ у Рейзера. У Рейзера БКБ заканчивается. Это, по-моему, фатальное сейчас будет для него. Хотя в Элло Висми плохой. БКБшка все еще действует. Лагуна залетает по Эльмо. Выбили Аегис. Только сейчас пошел Гвардин Энджел. Хорошо. Минус Аегис. А дальше-то что? Закончится скоро уже премал сплит. Там, конечно, пандами пытаются микрить как-то в ремастер. Но не особо результативно. Сгрызает в итоге Петруччо. Петруччо байбэк, если что, имеет. В это время Т3 нужно бы добить. Еще буквально один удар. Ну, два байбэка выбили и снести тавр. Это, мне кажется, идеальная ситуация. Они максимум выжили из того, что здесь можно было бы. Не потеряли бы еще Аегис. Можно было бы похрабрее на бараке зайти. Так они еще не уходят. Побежал Эльма вперед. Он хочет забрать. Как же, какие же куски отрывает? Просто армора вообще не хватает. Да, там плюс Солар Крест, плюс Дезолятор. И под Т4 еще одного удара буквально не хватило, чтобы забрать в итоге этого злосчастного Рейзера. Врывается сюда Бримастер. Разгоняет всю команду Лизард. Еще один иллюминает сверху. Пытается сгрызть кого-то Лайфтиллер. Но нет, не хватает Башера. Просто нет Башера. Был бы Башер или Абисл Блэйв, всех бы уже съели давно. Но он все-таки, судя по всему, керасу пособирает. Керасу все планирует, да. Ну, кстати, сейчас, возможно, даже ее докупит. Я так понимаю, что все остальное у него уже в курьере. И дожидается последний кусок. Все. Действительно, очень хорошая кераса. Довольно ранее по своему таймингу. И с такой керасой можно зайти. Теперь уже точно разломать лица. Да, возможно, будут убегать. Но одна тычка будет такая увесистая, что ты будешь рад убежать, если у тебя получится. Хотя бы так сделать. Ну что, недалеко уходят пока что у нас игроки команды Лизард. На базе на своей зажатой у нас их оппонентский гол. А дабл демош внизу лежит. Отлично. Тоже хорошее будет подспорье. Но пока не идут дальше в атаку. Ну, они пофармят в ближайших местах. Они могут, да, продолжить фармить еще до следующего Рошана. Вполне себе. И опять же, мы сегодня уже такое видели. Если уж ты играешь максимально на верочку, можно и подождать Сыра Егис, например. А потом Сыра Егис рефрешер. Да, вот тут не хотят ждать от того Сыра Егиса силы Света. Они хотят навязать... О-о-о, ворвался в помоечку, называется, да. Пацаны, я вам покушать прикину. Заехал. Поворот не туда, в прямом эфире от Эрспирета. До свидания. Ну, а тем временем в Миде. В Миде Лавстиллер уже здесь. Ну, толкает меню, да. Тут рядом союзники в случае чего. Может, чем-то поможет. Хекс появился у нас в ОД. Ой-ой-ой, это опасно. Да, что там по БКБшкам-то тоже, чем дальше, тем легче становиться не будет. Уже один раз нажал Разор, уже что-то там нажимал и Эммер Спирет, поэтому проблемы с БКБшками начнутся когда-нибудь. И видим то, что... Там бремастера нашли. Нашли бремастера, растерзали, и вот он Хекс. Здравствуйте. По-моему, вот даже до конца медвежьей формы его растерзали. Он не успел прожить праймал сплит. Это точно. А, это он от этого тогда подключился. Просто, да, погиб так. Ну, а в это время вот мы видим, как быстро ломает Лавстиллер строение. Да, минус центральная линия. Да, казарма магов вообще просто разваливается. Ну что ж, и идут сразу в другой. Да, замедлили. О-о-о! Просто удалили сейчас котлайз игры. Как же Фози врывается! Успевает разложиться бремастером на ультимейт, но там байбэк, это у Рейзера нет, байбэк у котла тоже не имеется. Втроем нужно как-то защищаться сейчас. И прекрасно об этом знают Лизарды. Это, возможно, скоро ГГ такими темпами, потому что, ну, они очень быстро спушат сейчас строение. Да, прожимает рейдж, скорость атака увеличена. Там еще Петручч успевает уйти, потому что он там немножко отрезан, как и залст от своей базы. Нужно было как-то добираться до хайграунда. Забирают Эмбера. Эмбер байбэк имеет, он его делает. Хорошо. Но там Фози идет до конца уже. Готов разваливать лица, еще одну арбу закинуть бы. Да ладно, Петручч выживает в итоге. В это время погибает у нас Брюмастер после байбэка. Теперь вдвоем остались Биянка и Петруччо. На фонтан уже забегают у нас Лизарды. Но мы понимаем, что это good game well played. И в итоге первую карту Лизард забирает. Ну, довольно уверенно забирает. 35 минут, конечно, не самая такая коротенькая легенькая игра. Но они преимущество имели...